привет друзья с вами антиквар и мы продолжаем проходить изумрудные острова так ну что сейчас нам нужно подождать один день взять армию пожалуй никуда еще с не побегу да потом возьму армию и отправлюсь покорять ну по-хорошему надо покорять конечно рыцарный замок потому что крепость при всем уважении уступает замку рыцаря не знаю насколько нам хватит ресурса до того что у нас есть ну почему нет надо пробовать надо пробовать в любом случае то 31 но наверное мы матросов оставим в этом замке кто у нас шахте стучит проглодитов можно будет кстати его сейчас рекрутировать так ладно для начала для начала нанимаем войска вот таким образом армия стал сразу стала выглядеть более внушительный да вот таким образом так шахте тоже мы нанимаем как говорится проглодитов много не бывает прям девиз проглодитов много не бывает лучше больше да лучше так и того у нас сколько понятно что армия у нас не такая что прям запредельно сильная да но у нас 180 маны на это 14 14 силы магии серьезно это как ни крути а серьезно так ну и погнали ну и погнали интересно что синий пока все еще на карте да то есть есть герой но такой себе скажем прямо герой так не будем сидеть на месте плывем открывать новые земли да нужно реализовывать свой потенциал так шило октавия но это все то ли можно нанять да на денежку дает и в общем-то она себя рано или поздно реализует давайте вот так и сделаем без половины пищи она довольно быстро отобьет и начнет работать в плюс так что тут дело такое куда нить ее можно отправить за артефактом да почему нет пусть сплавает вот ну тогда есть вероятность что может и не отбить денежку потраченную на нее ну ладно я рискну так и вот мы видим оппонента да что за оппонент алкин алкин это прелестно алкин это тот кого мы рады видеть честно не хотелось бы вообще никого терять бою то у нас дата гладит у нас попал под раздачу до 4 гладит посмотрим что можно сделать в этой связи так 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 ну прекрасно спокойно уверенно конечно немножко у нас затратилась мана на это дело но с другой стороны ничего страшного здесь ну да давайте сплаваем поэтому не будем тут уж совсем так зависать здрасьте 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 и синего изгоняют до из этого мира странно что-то нам хотел поставить это лаи да да ну мне кажется просто надо высаживаться и забирать замок делать шахте у нас будет магом огня я считаю потенциал у мужчины для этого есть определенно иначе бы с таким лицом да как у шахте тут в общем говорить что нет потенциала стать магом огня я даже хочу про него прочитать вы знаете шахте лорд так у шахте нет глаз на его взгляда на тактику ведения боя считают передовыми гладицкий отряд которым он команду используется жуткой славы не только в подземельях но и по всему свету вот так а я тут не серьезно отзываюсь так да шахте а он отряд под его руководством вообще-то по всему свету пользуются заслуженной славой ладно это все шутки если мы на этой неделе берем замок рыцарь я не вижу причин чтобы этого не сделать то это же будет просто блестяще согласно сам неизбежность помешает сдачу отрядов противника на один ну такое такое на самом деле ничего предельного хорошо это всегда приятно на что можно улучшить драконов ладно пока мы пропускаем ход аделаида отступает да не вижу причины чтобы не победить аделаида если честно но всякое бывает тут заранее задаваться то не стоит здрасте и длик есть такое чувство что сейчас будет наказывать шахте за легкомысленность это не страшно в этом замке мы успеем нанять героя поэтому мой популяция дам его наймем ядрик во всяком случае не тот юнит который сможет нам в этом противодействовать достаточно но понятно соглашается шахты даже не было книги манда здесь кто вертишь ну такое тоже себе удовольствие так седьмой день мы подошли к замку нашего глубоко уважаемого оппонента будем на него нападать на аделаид джеддит джеддит чувствует верный шаг и шансы за на победу так но это без магии а мы все таки драться будем с магией так 18 6 4 20 да ну в общем что тут скажешь давайте на самом деле ангела будем наказывать за его легкомысленность так минотавры ангела бьют и не убивают мантикор и давайте дри фону и да трагматисты добивают ангелы здесь все нормально здесь никаких неожиданностей нет так здесь что у дракона ну давайте дри фонов будем добивать так будет запас запас так на дракона все наброучились ну собственно прям экономить ману смысл то нет я думаю что нам ее вполне хватит да для того чтобы всех воскресить так ну все неплохо все неплохо а так что мы делаем ну давай поднимем чтобы как-то веселее жилось всем так ну знаете у меня нет таких сведений наверняка я не знаю но по моим ощущениям во всем что то мне подсказывает что замки то есть башни замков были улучшены то что они стали сильнее стрелять по юнитам вражеским счет у меня такое стойкое ощущение потому что потому что ну прям вот много погибает существ и брать замки стало значительно сложнее ну ну в общем то в этом случае нам если честно без разницы так кого у нас еще надо воскрешать гарпий нам нужно воскрешать так гарпий дурных глаз нам нужно воскрешать и проводит остается насколько я понимаю единственное что нужно попроверить хватит ли да по моему всех воскрешаем а нет стоп королева медузы чуть я не ошибся да королева просто медузы но все равно юнит так восемь лету лишними не будут точно ну все на следующем ходу мы заканчиваем этот бой мы поднимаем траглодитов в очередной раз у магов конечно тоже есть свои преимущества как видите никого мы не теряем за счет воскрешения да и за счет прокачки нашего героя так еще мы получаем силу магии и интеллект до базы давайте я его возьму то есть маны много как вы поняли не бывает а за счет интеллекта я еще приобретаю 25 дополнительных очков так 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 неплохо проведем бой так то что нам интересно ну и что у нас остается я так понимаю что тут нет никаких деревень да тут по одному там у каждого игрока изначально было и поэтому остается замок гидры так кто у нас здесь бежит корбак так ангелы хм хм имеет ли смысл нам имеет ли нам смысл плыть в замку или или плыть в гидре да туда имеет смысл точно знаете что сделать давайте мы так а вот и аломар да с воскрешением давайте наверно мы аломар все таки сделаем нашим главным героем так ничего страшного что он не прокачиваю в общем то можно сказать что джеки тоже не сильно прокачивать поэтому здесь какой-то проблемой я не вижу так ну что насколько мы сможем всех купить драконов обязательно медуз обязательно так дурных глаз обязательно всех конечно не сможем всех конечно же мы купить не сможем так на минотавров нам наверное не хватит да наверное вот таким образом мы поступим мы приобретем всех траглогидов да деньги на это у нас кончают так ламаром мы что делаем мы давайте посетим повышающие строение да так наверное да наверное правильное решение пока тут эдрик еще поймет что ему надо куда-то бежать мы уже в лодке основным героем сможем кого-то перехватить по воде а ламар пока у нас возьмем несколько первичных навыков так здесь кого-нибудь нанять что-то забрать себе кири забрать себе рубники кири для этого подходит едва ли не идеально у него специализация логистика в общем то когда мы будем играть в одном из следующих сценариев за оплот я думаю что я возьму кири этот герой мне импонирует из него есть стрельба он далеко бегает в общем есть много моментов которые говорят о том что неплохо бы его инхам так еще видите еще фиолетовая то неплохо бы именно его выбирать найма так а лам знание давайте возьмем знание потому что магам потому что магам темницы идут лучше именно силы да колдовства так ну ну такой на самом деле герой мне кажется имеет смысл мне пока не бросаться очертя голову ойга джедит джедитом а пока поконтролировать территорию здесь то есть за счет того что я так далеко плаваю поперемещаться здесь по водной экватории поперехватывать отряды врага то есть это поможет нам навести какой-то порядок так октавия высаживается а ламар забирает себе артефакты можно ну для антуража для антуража он вполне себе подойдет так чудесно догрузиться на корабль я не могу пока октавия не отойдет ну ладно ничего страшного ну что давайте с инхом обстрадимся много видов хороших и разных ухты 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 так не очень понятно почему это было наколдовано что он 395 молнии дают нам эффекта давайте уничтожим стрелка в определении практически Уничтожен Вот таким образом мы делаем Здесь мы гард не набьем Ну понятно, что по ударным навыкам мы хотим Оппонента то мы превосходим Очень понятно в этой физике почему так мало тогда у него отнимаем Ну ладно Ну ладно Не могу я понять почему мы так слабы Так, ну это почему слабы убьют Ладно, урод мне умножили проклятие Так, друзья мои, не знаю я даже Видимо с этим оппонентом Наверное давайте мы загрузимся Убийца прямо сейчас смысла не имеет В силу того, что Армии у нас недостаточно Давайте мы чуть-таки дойдем до замка И там мы пополним наш запас войск Так, делаем код Смотрим на то, что будет делать Инхен Обжал куда-то Но есть более важные дела Так Нанимаем армию По многим позициям она удвоилась Да, что не может не радовать Так Кого-то и будем улучшать Медузу, Заргон Да Да, в принципе можно Почему нет? Улучшенный Медуз лучше, чем улучшенный Сказал, да? Глубокую мысль Я сейчас высказал Так, ну и стоим день Ждем Так Как далее наше Несущее золото, да? По имени несущее золото Вернулось Так Ну что Аламар Давай, наверное, мы пойдем все-таки Тобой куда-то Поплывем Будем Развиваться Принимать бои Я надеюсь, что Наносить урон оппонентам Потому что не справляемся мы этим с замком Так Джерид грузится в лотку А Аламар отправляется куда? Бердиш Аламар отправляется Ну на самом деле можно Чуть-чуть Подкачаться, да? В Аламару Взять Первичных навыков Несколько То есть хуже от этого не будет точно Так Пропускаем ход Смотрим, что Угу И Вердиш высаживается Ну вот Сюда В район рыцаря Зам Так Киев Ну что ты? Готов принять смерть Лутую Давайте Ну вот сюда Отойдем Будем Надеяться, что Оппонент побежит именно За тобой За тобой Так Аламар Берет Атаку Одну А Вердиш Судя по всему Решила Нападать на рыцарный замок Так Ну что 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 Сказать Корбок У нас Здесь, да? Разорваться не получится точно Поэтому Так Единственное что Нет Наверное Все таки мы вот как сделаем Сейчас я Извините пожалуйста Принял не совсем верное решение Так Пропускаем ход И смотрите Что мы будем делать Корбок Высадился Это все Прекрасно Мимо Ну аламар Пойдет Сюда И Кстати Давайте Посмотрим Что у нас тут Куда Можно Доплыть На лодке Так Тратит ли Здесь Деньги На скупку Армии Целиком 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 Наверное Нет Орлах Давайте Мы Наймем Орлах Так Ангелы Да Не очень Конечно Хочется Оставлять все Это Но с другой стороны Не очень хочется И тратить Деньги На все На этом Давайте Вот таким образом Я поступлю Пусть Нанимает Звери Дешевле Здесь Отряд Думаю Что Я смогу И что-то Противопоставить Своим Основным Отрядам Тем временем Аламар Заходит Замок Так Здесь Мы Кого Можем Улучшить Давайте Улучшим Это У нас Троглодид Это Гарбоны Медузы Остальные У нас Улучшенные Да Так И Будет Смотреть Что У нас Тут Интересно Рынок С Артефактами Чёрный Рынок Довольно Интересно Ну что Посмотрим Что тут У Эрвиш Есть Возможно В Рыцар Замки То Она И Не Стала Нападать Ну Я Решил Сохранить Деньги Правильный Хотя Не В 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 Неплохо Она Гарбоны Да, потеряла самая боевая дешевая от своего большого тактического таланта. Ух и верно, в 28 змей. Так, ну понятно, что она меняла, потратила деньги, что-то уже неплохо. Так, носится на шее. Так, ну на самом деле, разве что, разве что. Но нет, дорого стоит. Дорого стоит. Тут у нас что? Угненный шар. Ну ничего интересного особенного тут нет. Давайте улучшим мантикор. И наймем тех, кто есть у нас в этой арке, в этом замке. Вот таким образом. Ну-го. Неплохо. А Ламар выглядит по армии неплохо. Уголубь нашего основного героя. Но у Джеддит другие достоинства. Мы все это знаем. Что сила Джеддит это армия. Это магия. Так, ну давайте посмотрим, что мы сможем противопоставить. Нет, не хочу я отступать. Я хочу терракер. Значит, что неприятно. Неприятно то, что нет стрелков. Которых можно было бы забландить. Но возможно, да, возможно я не прав. Возможно надо было действовать по-другому и скупать. Но тут уже говорить о том, что надо было делать это в пользу бедных. Что называется. Так, не долго отползаем. Какая неприятность. Да какая неприятность. Ну, что поделать. Бывает и такое. Так, давайте мы застановим мантикор. Угарим по виверну. Так. Это не страшно. Так, добьем биверну к манату. Ангелы, конечно, очень удачно попали под клюбину. Ага, вот это было совсем неудачно. Кочерники, смотри, какие жилые, да? Куда это годится? Так, ладно. Продолжаем разговор. Если в прошлой части у нас была эпичная оборона в замке, то в этой у нас эпичная осада. Ну, TJ, meritилось. Понятно. Так, нет. тут надо что друзья подпереть чтобы она не вышла во вторых героев это было первое дело перейти оппонента с тем замка давайте драконов мы воскресим ангелом объем всем миром наваливаешься мантикора прибегают ручные троглокиты и гид у нас застрял в замке что очень мило что ну очень мило так воскрешаем медузу чудесно у ангела стреляем вот таким образом прелестно так ну у нас осталось гидро да что продолжаем воскрешать павших в наших воинах нормальный такой занимательный процесс да веришь магии хватает у нас ее тоже прямо скажем в достатке так что они стреляют погибли у меня только один вопрос что я увлекся любви мы воскрешениями да всеми не забываю что погибрит мне неплохо бы и стрелять и бить так ладно начинаем палатку не худо сломать да не худо сломать палатку так есть ну что эпичная конечно история опять в очередной раз очередная эпичная пыта супер осада замка которую я сам да привез на свою голову позволит нанять оппоненту накопленных героев ну ничего страшного я думаю что смотреть легкие бои да где все понятно где все заранее известно удовольствие это прямо скажем невеликое здесь же был экшен смена приоритетов у башен даже не знаю как это прокомментировать как господа вас понимать хотят сделать все чтобы я так сказать не воскресил наших слепышей наших троглодитов на ней обманул я да компьютер спрятал спрятал гарпий за троглодитов и все получилось ну смотри почти 7000 опыта да в общем то это было эпично это было эпично так продвинутый интеллект и знания так 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 ну лидерство не будем брать эксперт интеллект мне бы бегать да мне бы опять что-нибудь на скорость каждую игру прошу на скорость но не получаю на самом деле играют я за счет магии поэтому тут мне что-то привередничать на этот чудо как-то не приходится так как-то не приходится мне привередничать ну в целом неплохо 12 уровень победу верен и не назовешь то же время это было интересно это было интересно так ну что ламару бы неплохо начинать помогать джейдит да джейдиту потому что это все хорошо это все мимо не дошел в магию ну что мы будем танцаматливый бой очередной эпический герой так ладно понятное дело что троглодита мы потеряем высокой степени вероятности драконы скарпикоры драконы потому что по моему когда нет магии земли если я ничего не путаю да мы воскрешаем юни то это работает только на время битвы ну сейчас проверим да поэтому магия земли в данном случае нам ну очень нужна ну очень ну а ламар провел бой победил хотя что таких сомнений в его победе не было изначально с другой стороны всякое бывает да да всякое бывает ну что ж ну что ж фиолетовый все еще бегает возможно есть не одну что есть возможно значит есть замок корбак корбак куда-то плывет хотелось бы узнать куда был на самом деле наняв здесь гернат хотя у меня есть аджип более менее прокачанный так ну а мы отправляемся на поиски замка но ничего другого не остается джеддит пойдет искать оппонента так ну ладно что угу 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 кто у нас тут непонятно тут вообще очень серьезная фиолетовый урок а вот и инхам здравствуй давай знакомиться дружить знакомым с тобой давно да а а инхам тот самый от которого я помню убежал хочу же сейчас к нему прибежал так ладно 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 давайте наверное что давайте как подключим нашу магию пусть она работает да да вот в и и Субтитры делал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Театр. Театр. Решаем недусь. На самом деле, складывается тут все неплохо, да? Прокладывается все в историю, когда мы практически никого и не теряем, да? Ой-ой-ой-ой, мы теряем двух мантиков. Ну ладно. Да про них я что-то сразу... А, были оковы войны, ох, инфина. Ну да, можно переиграть, теперь никто от нас не будет. Ну, не буду этого делать. За двух мантикор, конечно же. Это милый очень артефакт, да? Кто не знает, три битвы с героями противника, оковы войны не дают ни вам, ни ему отступить или сдаться. И это, конечно, тоже один из моих любимых артефактов. Так, не рановато ли я высадил столько вопросов. Ладно. Продолжаем разговор. Угу. Высадилось это чудо. Ор вот, да? У нас. Здесь что? Здесь что? Здесь ничего интересного. Ну, давайте лучше мантикор. Купим всех. Вот таким образом. Ну и пойдем объясним товарищу, что, наверное, как-то не надо тут высаживаться. Надеюсь, что сил на это у нас хватит. Ладно. Так, Джейдид, что? А нет, все в порядке, смотри. Смотри, чем мы проходим и идем туда. Чудесно. Чудесно. Угу. Ох, а там у нас было, сколько у нас как скопилось там ящеров. Все они сейчас достались оппонентам. Да, 49. Не так много их и скопилось. Ну, беремся, что Аджиту пришло время доказывать свою состоятельность, потому что не зря мы его держали при дворе. Смертвременное. Так, 3911. Ну, блестяще, что сказать. Угу. Угу. Ушеные горгоны. Да, драконам к ним лучше не приближаться, если честно. Угу. 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 Герои компьютера очень тяжелую тут бои, но ладно, это не так важно, не так существенно. Давайте мы лучше нападем на дамок, на Иону, берем замок Гидры. Так, королева Медуз, смотри какие разрушительные все, да, прям бросаются, так опять нету, стрелку, ничего страшного, я думаю, что это мы как-нибудь переживем, неприятность эту. Так, 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 так. Ну, сомнений в исходе этого боя нет, если честно, да. Но в то же время не сказать, что прям все так волшебно-шоколадно, просто хотя бы все у кого стреляют в разных линиях, решать надо будет всех подряд. Ну, ничего страшного. Ничего страшного. К таким штукам мы привыкли. Сейчас Гидру мы опять подожмем в замке. В общем, все по схеме. Да, Гидру мы в замке не подожмем. Хм. Нехороший человек встал на мост, точнее нехороший Гремлин. Ну, встал и встал, будем воскрешать тогда всех по мере очередности. Таким образом уже все работает. Так, хорошо. Хорошо. Продолжаем воскрешать наши войска. Ну, на самом деле, получилась, мне кажется, довольно любопытная игра. Которую мы еще не завершаем победой. Я думаю, что мы близки к этому. Это было неожиданно и некрасиво, если все равно вы не находите. Ой, так, ладно. Давайте мы отступим. В принципе, главное нам воскресить дракона. Да, воскресить дракона. С потерей нескольких прогладников до одного Минотавра. Я так уж и быть как-то смирюсь. Угу. Тут же я еще и в гарпии наступаю. Да что ж такое-то. Прям... Не день до ЭВД Бэкома, да, было. А у нас и бой прям, вот, джеди... Существ джеди-то. У нас все какие-то проблемы у него. Ну ладно, я думаю, что это все как раз вот смотрите. Раз. Раз. И два. Сейчас будет. Да, последнее вот решение. Как раз мы его тратим на Гидру. На Гидру. Здесь мы бьем Гидру. И... Что, добиваем ее, я надеюсь? Да. Так, все, снова без потерь. Ах... Неплохая опять осада была. Ну, если честно, много моих ошибок. А если честно, уже поздно. Довольно много времени я буду встал, поэтому и настолько косячу, да. Но тут, если честно, прям вот даже и не знаю, что взять. Что то бесполезно, что то. Ну, сам довел бы такое состояние. Да. Ни замедление, ни блайнда, да. На карте я так и не нашел. У меня ослепление, что не очень радует. Но такое бывает. Да, такое бывает. Ну что, и очевидно, что это еще не конец, да. Что где-то еще есть замок. Как минимум одного из наших оппонентов. Потому что и фиолетовый на замке. На карте по-прежнему. И как у нас называется этот игрок. Чайный, да, наверное. И чайный цвет тоже у нас все еще в деле. Коричневый. Это был коричневый. Так, коричневый погибл у нас. Ну, хоть что там. Угу. Так, а где замок у фиолетового? Где-то здесь, наверное, да. Какие еще? Других вариантов-то особенно я и не вижу. Так. Других вариантов не вижу. Ну, ладно. Адель мечт туда-сюда. Ее мы сейчас добьем. Так. Напоминаю, что у нас есть чудесный отступок в полу-войне. Да. Который не позволяет врагам отступать. Поэтому мы можем тут. Так. Так. у нас сразу убьем. В избежание неприятностей с их обилкой и смертельного взгляда. Ну, и дальше будем уже действовать на свое усмотрение. Таким образом. Пожалуйста. Пожалуйста, господа, ни в чем себе не отказывайте. Да ни в чем себе не отказывайте. Налетай, торопись. Меня не оставляет ощущение, что как-то я мало убиваю компьютера. Ну, да ладно. Это не столь существенно. В данном случае. Все походили, да? Все меня обидели. Напали. Ой. Ребята, ребята. Что ж такое? Такая крепкая баллист еще попалась. Как назло. Уже продолжаем. Начинаем воскрешать тех, кого мы потеряли. Так. Баллист мы все-таки ломаем. Еще и стрелка магическая может прилететь у нас. Так. Ну что, все. Да. Всех воскресили. И закончили бой, да? Убили Адель. Базовая баллистика. Я не знаю, уже имеет ли смысл. Не имеет ли смысл брать баллистику. Что базовую, что не базовую. Нам бы найти замок фиолетового игрока. Который где-то у нас еще обретается, да? Странно. Я-то думал, что здесь на самом деле всего 4 замка на карте. Просто понять бы, да, где он может располагаться. Ну, очевидно, что где-то в море. Да, потому что не в море я его не вижу. Так. Здесь мы никуда не торопимся. Так. Ну что, не следует у нас только вот эта область. Ну, где-то, видимо, здесь. Где-то, видимо, здесь. Не вижу. Не понимаю, как живет фиолетовый без замка. Хм. Это какой-то баг. Да, друзья, я правда не понимаю, как фиолетовый живет без замка. Угу. Ну, ладно. Вот такая необычная история. Ага. Фиолетовый выходит из этого мира. Поздравляем. Все ваши враги повержены. Победа осталась за нами. Что-то я не понял, на самом деле. Какого цвета был этот замок фиолетовый, разве когда я его занимал. Может быть. Ну ладно. Не суть. Элементальма. Смотрите. Ну, у нас уже здесь хотя бы какое-то разнообразие. Потому что те, кто смотрел предыдущие серии, помнят, что при трех пройденных сценариях нам давали. Наг, да. А тут элементали маги. Не сильно мы ухли по очкам, конечно. Ну что, 65 дней мы потратили на то, чтобы пройти изумрудные острова. Это было интересно. В первой серии была эпическая оборона. Эпическая или эпичная. Эпичная оборона замка. В второй серии была эпичная осада замка. Я показал вам плюсы игры за мага в замке Темница. Ну, в целом получилось неплохо. В целом челлендж можно признать успешным. Спасибо вам за внимание. Спасибо, что смотрели это видео. С вами был Антиквар. До скорой встречи. Счастливо.